МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть. Есть? А ты на что? На ровде, да? Ну, ровде, да? Да. Андрей, не тяни так сильно, как этот. Ты вырвешь опять у него. Поплавней. Да, 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 да. Выкачивай поплавней. Во. Хороший лень, Андрей. Поплавней, поплавней. Толстый загривок. Сразу же с первача. Вот. В действии. Ну, он у меня... Вот сейчас я просто его... И ту моровде, видите, весь уже какой погрызенный весь этот. И вот смотрите, какие на ровде тройники. Они толстые. Мне режут губу. И они номером больше. И прям чё-то... Они там вообще в жёлобе стоят. Понимаешь? Вроде так, не пойму. Ну, ты сорятился. Видел, что я на твичинг на тоннущее рыбачу? И ты быстренько раз-раз под меня, да? Нет, это ты под меня. Да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот он. Первый заброс на Лаки Крафта и сразу же отклик. Поклёвка. Ну что, уважаемые зрители. Ленок сам голосует за воблера, да, Андрей? Да. Где-то. Пусть он и небольшой, но, тем не менее. И мы видим, заглотился он на все три ручка. Андрей, дай, пожалуйста, посмотри же. Хороший номер тройника с хорошим сечением проволоки. Блин. Иди, малыш. Иди, малыш. Я сейчас тоже под куст кину. Вот тоже под куст. А он вообще положил, только успел пару оборотов сделать. А он под самым берегом стоял. Да. Ну, он нормальный лень. Съедобный, да? Ну, что могу сказать. Лаки Крафт ловит хорошо, хорошего размера тройники с хорошим сечением проволоки, из которой они сделаны. Хорошо подсекает. Хороший вылет. Есть! Вот Лаки Крафт в действии. Косит без вариантов. И без голевняков. Да, Андрей? Да, сейчас тоже. А брателла вообще ничего не ловит. Да. А, ну ты же отключаешь камеру, когда я что-то пойду. Да, ты вообще ничего не ловишь. Конечно. Хариуса поймал, смотри. Да? Да. Ну вот только сказал, что брателла его, извините, брателла сразу же Хариуса поймал. Хоть бы его отцепить, или он уже больше. Но. Может на Хариуса кидать? На Хариуса? Как вчера на Ленка, да? Да. О, хорошенький Лень. Мой Хариус уже отоплечен для этого. Этим кромочем уже аж кисть болит. Эх ты! Малыш! Зачем ты повелся на Лаки Крафт? Он-то тебя не отпустит. Тише, 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 ты блядь. Беги! Ну что могу сказать? О, пока я смотрю, у Андрюхи тут рыба клюет, да, Андрей? Да. С этим воблером от Лаки Крафт мне тоже все понятно. Его можно снимать. Отличный воблер. Вопросов никаких нет. Вот. Бортелло в это время шпилить Ленков, да? Что бы еще мне попробовать? Есть вот у меня еще такой воблер Орбит 65СП. Можно его попробовать. Ну что, банда, попробую я порыбачить вот такого бычка от Салма для многих рыбаков, для многих рыбаков, рыбачивших на горных реках. У нас на Дальнем Востоке этот бучок, можно сказать, стал идолом. Таким символом уловистой приманки. Ну, а для меня, конечно, бучок стал маркером определения уровня рыбака. Это, Андрей, в основном кто на что ловит? На бычка. На бычка. На что ловишь? На бычка. Это томишонок, брателла. Ну и, блин. Нет? Не знаю, это томишонок. Зачем он? Ленок-люнок. А, ленок. Ну да. Ну да. Ленок-люнок. 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 А подзамыло ямку. Тут ямка была, такой приема. О! Бычок! Сработал! Ура! Ура, бычок! Нормальный линий. Вот, пятнистый какой! Хороший лень. Вот, бычок. Ну, знаешь, брателла, я же от чистого сердца давал. Да? Да. Давай. От чистого сердца давал. Брателла? Конечно. Хотя у тебя тоже порадует, чтобы ты... еще сильнейший я даже подсекал. Видел, дергал. Раз, два, три. Четыре, пять. Жадность, это плохо. Четыре, пять. А? Чего стоял опять? Да? Они стояли, молча врат, их было пять. Ну, что, уважаемые зрители, мы с брателлой традиционно на привальчике. Вот. Маленько решили перекусить, но у нас все аскетично. Черный бородинский хлеб, белорусская качественная колбаса. По кружечке воды попить. По глоточку. По глоточку живой воды. Живой воды. Анти шантажам. Пришлось себе брателлу шантажировать. Говорить, иначе если живой воды не нальешь, все, рыбачить не буду. Ой, блин, не говори. Ну, за рыбалку. Давай. Давай еще поди нальем. Чуть-чуть. Капельку. Да я вчера, мол, это коньяк. Коньяк, да, заливал. Испылился. На неделю вперед. Пить не хотелось, на тихушку себе налил и его сразу туда. А, еще мы только с мотором это мучили. Я же вылил все. А то-то я понял, что-то у тебя на ленка таймень выскочил. Ты тут поню, запоел, походу. конечно, коньячком попал. Да. Ах, ты хитрый, блядь. А я думаю, что у меня таймень не клюют? Кому сейчас легко? Да. Давай. Будем? Обязательно. Обязательно буду. Хорошо здесь. Ни народу, никого, как будто, никаких новостей, ни эти проблемы, курс доллара, там все остальное, там наступает на славянской, на крематоре, там этот ужас. Лучше давай не будем. вот спокойно, вот живешь, вот смотри, природа, катишки не тронутые. Да, ни одной лодки. Больше шансов встретить тигра, но я тигра вот этот, я говорю, два года назад мы с ним, ну как столкнулся, он переплывал, а мы шли по течению, обороты сбросили, сразу тормознулись, и он такой, недовольный вышел. А первая была мысль, как будто качка плывет, знаешь, оторвало с берега, ну да, корщик, а потом думает, что-то корщик, наперекор всем законам физики, поперек водки плывет, ой, речки поперек плывет. Вот он так присмотрел, а еще никто не верит, я так посмотрел, посмотрел, говорю, тигар, потом все, ой, тигер там это. Ага, все там форкать, да там. Не, не успели. Ну успели, Он так вышел, у нас там такая вот, небольшой такой островочек, и берег обрывистый вышел, хвостом так покрутил, это ну, ну да, как вот кошки делают, когда недовольные такие. Когда недовольные такие, раз так, второй раз даже, даже так на нас не смотрел, там не речал, ничего, так пошел, пошел, гордо пошел, так знаешь, не отряхивался, вот вот, смотри вроде, кури эти выходят, отряхиваются там собаки, другие животные, тут нифига не отряхивался, подошел к берегу, впрыг, и сразу растворился все, хотя там еще можно было бы его видеть, но как, расцветка такая, что на фоне сразу там, это осень была уже. Ну вот, уважаемые зрители, Бартелло вам рассказал историю, как он встретился с тигром, и Бартелло правильно сказал, в этом месте, где мы сейчас рыбачим, тигра встречать гораздо, блин, наверное, шансов больше, больше, чем человека, да? Медведя, это 100%. Медведя, да, это вообще их тут как, как грязи. Ну, сейчас еще под тем заломом, порыбачим, вон. Что, будем в эту протоку заходить? Не будем рыбачить. Возле залома, Возле залома, да. Правильно поправил меня, но... Закусал. Вон, колбаску ем. Хорошая колбаса. И вот, по-моему, у нас в России уже такого качества колбасы нет, как у белорусов, да? Я не встречал бренда такого. Там такие, ну, там всякие, то есть нашпигованные, просто, ну, натуральные кишки, там, допустим, сало режут, и вяленое мясо. Это просто вот набивают, мясных добро пилон, она сама снизила, я бы конечно поймал. Я сказал, я ничего не убери, сама прилета. Деда КТС в Хабаровском, уже не те времена. Да. Когда... Только думаю, за колбасой ест. Только у меня такое ощущение, что здесь она, блядь, два раза дороже, чем там, да? Ну, там порой... Подешевле же там, наверное. Там такая-то, не какого-то, тоже сыровая лима. Палочка, ну, такая небольшая, может надо грамм, 150 мышц, 150 до 300, может это так. Но она была, вот эта палочка сыровяльной колбасы, я тогда курил еще, порвание. Она была... Ты ее с Гаваной попутал, выкурил? Нет, я до такого вообще не заходил. Ну, и получается, стрессом. Пачка парламента была дороже, чем вот эта. Ну да. Что, это колбаска? Копченая. Сыровяльная. Что, еще колбасы подрежем, да? Ой, как хорошо. Уважаемые зрители, скажу, вот этот момент на привале я оцениваю даже больше, чем рыбалка, чем процесс рыбалки. Да, Андрей Николаевич? Смотрите, как глазками заводил хитро. По его глазам все видно. гадруха, хорька загасил. Только зазывался, все есть. Да, да, подвозь. мистер таймешонок. О, мистер таймешонок. смотри. Это что, таймеш, что ли? Не справился. Стой, стой, не тяни катушкой, вот ты начинаешь рвать сразу, перепуга. Лень, лень, Андрей, хороший. Это лень, лень большой, я вижу его. Помогу. Переводи. И хуй я, смотрю. Ну что, уважаемые зрители, наша история рыбалки подходит с брателой к концу. Андрей Николаевич, скажите, как ваши ощущения? Нормально. Через неделю опять приеду. Да? Да. Понял. Ну ладно. Еще приедем порыбачить, да? Обязательно. С погодой повезло, конечно, вообще. С погодой, да. Ну, банда, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, делитесь видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.